В попытке получить зарплату эти женщины пять месяцев обивают пороги официальных структур. Они работали на ЛЗСК. Правда, в трудовых книжках печать тольятинской фирмы АЭМ Акустикс. Рабочим под прикрытием и зарплату обещали платить по особой схеме. Там же была неофициальная зарплата, как бы официальная и неофициальная. Но это предупредили, сказали. Ну, задержку такую, что в три месяца, в полгода они не говорили. Больше десятка заявлений работников, которые остались без зарплаты, рассмотрела Грязинская прокуратура. Проведены проверки. Теперь прокурор знает, по какой схеме работает ЛЗСК. В настоящее время в ЛЗСК по штату работают около пяти сотрудников. Это в основном управленческий аппарат. ЛЗСК заключает договора с предприятиями, которые представляют непосредственно работников для выполнения определенного рода и вида работ. Из-за тольятинского трудоустройства на Липецкий завод женщинам пришлось судиться в Самарской области. Вот только людей, которые по бумагам им должны деньги, никто не нашел. К сожалению, ни на одном судебном заседании мы так и не увидели директора фирмы Акустикс. По адресу регистрации фирмы находится пустая закрытая квартира. 77 тысяч рублей должна получить по решению тольятинского суда Олеся Путилина за производство липецких окон. И таких людей с каждым месяцем все больше. Сначала производителям липецких окон не платила зарплату предприятие из Тольятти. После скандала появилось другое. Теперь липчане бесплатно работают на воронежскую фирму «Деталь строит». Долги по зарплате тянутся месяцами и спросить их в Липецке не с кого. Те, кто сегодня работает на ЛЗСК, перед камерой не общаются, боятся вообще остаться без денег. Но о своих долгах с горечью рассказывают по телефону. Руководство ЛЗСК комментировать ситуацию не хочет. Между тем прокуратура направила представление в адрес Воронежской и Тольяттинской фирм. Проведены переговоры с учредителем предприятия. Они обещали людям в погонах до конца мая рассчитаться по всем долгам перед работниками всех предприятий, которые делают липецкие окна. Майя Евглевская, Тимофей Астахов, Олег Писарев, ТВК, Новости.